Не спешно, нагло и даже с каким-то вызовом. Поведение грабителя во всех трёх эпизодах совершенно одинаковое. Разбогател, надо сказать, он ненамного, в сумме около 50 тысяч рублей, так как выбирал организации так называемых микрозаймов. Какие пары миллионов? Какие пары миллионов? У нас микрозаймов. А, микро. По адресу в юбилейном сотрудница офиса оказала сопротивление, и в ход пошёл нож. Женщина осталась жива. Всё происходящее зафиксировано на съёмках камер видеонаблюдения. Кроме того, осторожностью незваный гость не отличался. Отпечатки пальцев и другие улики. В ходе изучения их, аналитическим путём, был составлен портрет преступника, в том числе психологический. Это дало нам возможность предположить возраст, род занятий и дальнейшие мероприятия направить, уже нацелить на поиски конкретного лица. Немалую помощь оказали граждане, которые отреагировали на ориентировку, переданную накануне по средствам массовой информации. И они способствовали задержанию и розыску преступника. Задержанный уже привлекался к ответственности, в том числе и за сопротивление сотрудникам полиции. 28-летний молодой человек свою вину признаёт, но не раскаивается. Хотя и внятного ответа на вопрос, зачем пошёл на преступление, не даёт. Ну так получилось, я не могу сразу вам сказать, почему. Я не думал об этом вообще абсолютно, не планировал ничего, чтобы выбрать именно эти места. Всё спонтанно, так получилось. На улице Лениной в воскресенье я зашёл, так как девушке пообещал зайти ещё разок, которая там работает сотрудница, не зашёл. Уголовное дело будет возбуждено по нескольким статьям. Особо тяжкие преступления совершены неоднократно, к тому же всегда с особым цинизмом. Лариса Марковская, Сергей Коваленков. Новости АЭС Байкал ТВ.